Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сёстры, Святой праздник Погоявления Господня, Хрещения Господня и Просвещения, как он называется, трижды в Святой Церкви, открывают нам величайшие, богооткровенные истины, догматы, без веры в которых мы ничего не значим и ничего не можем перед Богом. Беда наша в том, что мы не понимаем христианскую веру. Поэтому ошибаемся и блуждаем, и хромаем, и спотыкаемся, и отчаиваемся. Вот что ужасно. И мы плохие христиане, хотя мы крещеные и обещанные Господу Богу для Царства Небесного, для вечной жизни. Как сегодня говорит апостол, ожидающий блаженного явления, мы с вами крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Три погружения во образ тридневного погребения и воскресения из мертвых нашего Господа. Мы приняли это крещение на себя, понимаете? И стало быть, что это означает? Что это означает? Что нам смерть не страшна? Вот что это означает. Что она отменена. Ее власть и сила над нами. Вот что это означает. Но это требует веры. Без веры спастись невозможно. Угодить Богу невозможно. Без веры. А вера должна быть догматическая. Точно. Конкретная и ясная. А не какая-нибудь вообще вера. Что Бог у меня в душе и так далее. Этого нет ничего. Это атеизм. Так и скажи себе. Никакого Бога в душе нету. Потому что в нашей душе, сам понимаешь, что там ничего хорошего. А все хорошее. Благодатью Божию. От Господа Бога распятого и воскресшего. Ипаки грядущего со славой судите живых и мертвых. Его же царство не будет конца. Надо обнажить этой верой. Понимаете ли, братья и сестры? Надо обнажить этой верой. Когда случаются страшные горести. Когда умирают близкие. Когда разлучает Бог. Нашими неразлучными людьми. Когда Несправедливость царит. Невинного осуждают, например. Попросил вас молиться за невинно осужденного Алексея. Но Бог судил, увы. Не отмените приговор. И вот невинный человек отбывает срок. Значит, так Богу угодно. До поры до времени. И другие суды Божьи тяжелы для нас. Но, братья и сестры, так, как подобает исполнить нам всякую правду, говорит Господь своему рабу и крестителю. А мы, приняв крещение Христово, уже не и о Аннах, а Христово крещение воды и дух. Духом, святым и огнем мы обязаны, нам вменяется, как наша собственность, его, та самая его правда, которую он говорит, подобает исполнить. Правду, в которой нет земной справедливости. Иначе бы его креститель не останавливал бы, не ужасался бы, и Ордан бы не тек бы вспять. Эта правда Христовая, она отменяет нашу земную полуправду и утверждает нашу земную настоящую правду. Та правда земная, она есть, вот как сейчас на Донбассе люди страдают и воюют. Это правда земная, но в ней светится и небесная правда. И утверждается. И мы, христиане, должны, в частности, иметь суд и милость, и веру, и рассуждать, и видеть правду земную, в которой светится правда небесная, и быть верным ради той правды, которой мы обещали в крещении. Всякая правда Христовая, которая превосходит превосходит всякий земной человеческий суд, даже несправедливый, даже убийственный для нас. и в нас должно быть семя, закваска, дорогие братья и сестры, Царство Небесное, пришедшее в силе. Это не значит, что мы на все должны наплевать, посмотри, так, подумаешь, море по колено, чтобы нам было здесь. Нет. Нет. Христиане страдают и сострадают. Плачут с плачущим. И отдают последнюю свою, нижнюю рубаху. У кого две говорят, отдай неимущему, предтечь, а Господь идет дальше. Последнюю будет отдай. И мы это обязаны успеть сделать. Вот мы обязаны это успеть сделать. В молодости кажется, что жизнь бесконечна. И кажется, что, что там говорить, это еще когда будет. Но, дорогие братья и сестры, я замечаю, что именно те люди, которые в молодости обратились к Христу, их обращение было самое прочное. самое глубокое. А под старость, к сожалению, все непрочно. Потому что, сыне, дашь мне твоё сердце с молодым. И вот мы не должны делить свою жизнь на старость, молодость, зрелость. сейчас, когда мы здесь предстоим, как бы на Иордане, в церкви. Время отменяется. И историческое время мы там прямо стоим. И наше земное время, время нашей жизни, от младенчества до седых волос, тоже отменяется. И в чём застану, в том и сужу. Поначалу и конец. «Что принял, то держи». Вот что говорит Господь. То есть, мы всегда должны в себе, братья и сёстры, возобновлять благодать крещения, в котором мы крестились. Эта благодать крещения привела крещёнок в детстве, уже в зрелом возрасте, в церковь, крестуя к Евангелу. И как первое крещение мы должны помнить этот приход, это обращение. И первое исповедь. И благодать Святого Духа, которая даётся в причастие святых и животворящих тайн тела и крови Господня. Если только кто достойно причащается. осуждая его пришествие, как говорит апостол, все возлюбившие его пришествия. Кто возлюбил его пришествие, тот его не предаст. «Дорогие братья и сёстры, явися благодать Божия спасительная всем человекам», говорит сегодня в титул апостол Павел. «Благодать благодать явилась, просвещающая нас мыслью о претерпевшем над собой такое. Вот она, благодать, когда мы мыслью, умом и сердцем осознаем, что Он Себя дал за нас. Дал Себя за нас, давшего Себе за нас. Стало быть, мы уже не себе принадлежим? Любовь Божия объемлет нас, рассуждающих, если один умер за всех, то все умерли», говорит апостол. Почему такие простые истины кажутся нам такими далекими, недостижимыми, потому что мы сами еще не обратились ко Христу как должен. Вот почему. Мы еще не стали христианами по-настоящему. А если бы стали бы, нет, мы уже стали. И мы должны, собственно говоря, ничего не должны, кроме закона любви в этих словах. Если один умер за всех, то всех умер. И мы во Христе, кто его любит, тот умирает для себя и для мира, лежащего во зле. И так, как мы крещены в его смерть, погребение, воскресение, то мы таинственные, тридневные воскресаем с ним. Мы уже живы для вечной жизни, нас ничем не одолеть, ничем не запугать, ничем не купить, если мы стоим в вере. И в эти дни в нас обновляется благодать крещения, даже когда мы спьем Святую Луну, когда осеняем себя крестным знанием, когда приступаем к Святым Таим. Но это должно быть каждый день, братья и сестры, каждый Божий день, каждую ночь, каждый час, даже каждую секунду. Что же это за жизнь такая сложная получается, трудная, ничего подобного. Она легче легкого. Нужно иметь чистую совесть, потому что крещение, говорит апостол, это обещание Богу доброй совести. Она омыта, баня в паке бытия, она омыта кровью Христовой. И мы крещены в эту кровь невинную, Христову, на кресте рельянную за ны. И воскресение его измерно. Этой кровью нам крещены грехи, уже не просто там словесном исповедовании, крещением Иоанна, они обозначены, но они прощены кровью Христовой. Так что смерть нам не страшна. И мы должны это возобновлять, еще раз хочу сказать, заново. Иначе мы можем сбиться от этой веры небесной, сверхъестественной, божественной, на веру земную, примеру, потому не счесть, пруд прудит, кругом нас, и в нас главное, они забиваются. Что это такое земная вера? Это подмена, подмена. Подобно тому, как существуют скоромные продукты под видом полстных. Ну, все знают, конечно, о чем речь. Человек думает одно, приобрел, начал кушать совсем другое. А выглядят не отличив. Так и вера земна, она закамуфлирована и не отличишь. Опознается, братья и сестры, на вкус духовный. С праздником вас, дорогие братья и сестры, с крещением Господним. Аминь. Аминь.